Итак, дорогой друг, у нас сегодня 24 октября. Мне дали саженец абрикоса. Сейчас мы будем, вернее, я буду, вы будете смотреть, а я буду сажать. Для этого мне понадобится лопата. Как ни странно, но этот предмет для посадки многолетних культур я использую. Что прежде сделать? Нужно его обрезать. Вот, обратите внимание, вот это у меня будет штамп, вот, до развилки, видите? Вот, штамп. Всю мелочь мы вот эту вырезаем. Меленькие-меленькие такие, однолетний прирост, они абсолютно не нужны. Штамп должен быть голым. Вот. А здесь я оставлю рогатульку, из которой потом разовьется само дерево. То есть, вот я обрезал. Все, это чтобы нам вот эти веточки не мешали сажать. И теперь, что я делаю? Я, конечно, его вымачивал, насколько это возможно. Мы приехали, ну, часа два он где-то в воде у меня был. Вот теперь, смотрите, это место, я подготовил еще с прошлой осенью. Здесь ничего не было. Вот, обратите внимание. Мы просто раздвигаем. Здесь лежали органические остатки. То есть, вот, как вы видите, лоза от винограда. Здесь листва была, тут немножко соломки. Вот. Я выбираю центр. Вот. И, ну да, вот тут. И просто делаю ямочку. Ну, как видите, из почвы приподнимается большой ком. И черви, черви, вот обратите внимание, очень много червей. Очень много червей. Они еще не уснули. Они еще не уснули. Эх, вот я обрезал червячка, видите? Ах. А так вот, если... Вы посмотрите. Вот, смотрите. Видите? Вот червяк. Вот червяк. Вот они. Смотрите, смотрите, смотрите. Видите? Сколько червей. А что это значит? Это значит им здесь жить благоприятно. А раз жить благоприятно и комфортно, значит, они и работают. То есть, делают землю. Вместо нас. За нас. И лучше, чем они. Землю, ну, никто не может сделать. Поверьте. Нет ни одного человека на планете Земля, который бы мог сделать Землю лучше, чем почвенные обитатели. Итак, сейчас я еще сниму. И вот, видите, ооо, сколько червей тут. Вот, обратите внимание, сейчас я... Жалко, конечно, жалко. Некоторые попадают под штык лопаты. Очень жалко. Ну, что делать? Что делать? Здесь я ничего не могу поделать. Итак, сейчас мы с вами выкопаем... 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 Ямочку. Как вы понимаете, я сажаю без удобрений, без каких-либо там минеральных, органоминеральных. Абсолютно ничего не добавляю. А почему? Уверен, что вы догадались. Черви превратят вот эту органику, которая лежит, в доступное питание для растений. Вот и весь секрет. Но обратите внимание, вот здесь, типа, корневой шейки. Вот. Она должна быть чуть выше уровня почвы, потому что со временем почва осядет. Итак, что мы делаем? Что я делаю? Я просто присыпаю. Желательно, конечно, все коми разрыхлить, чтобы почва везде проникла между корешками. Между мелкими и крупными. Чтобы она их не прижала, не поломала случайно какой-то упавший ком. Вот. Все это сделать несложно. Абсолютно несложно. Так что, если вы будете делать осенние или весенние посадки, то имейте это в виду. И червячков назад. Назад их туда. Пусть работают. Назад. Итак, вот обратите внимание. Видите, у нас корневая шейка получается ниже. Что я делаю? А я вот такими движениями беру и приподнимаю это место. И присыпаю снова. И потом обязательно польем. Обязательно. Это делается для того, чтобы осела почва и еще лучше обволокла все корешки. Итак, сейчас я полью и если будет нужно, я еще этот саженец приподниму. То есть условное место, называемое корневой шейкой, я приподниму над почвой. Ну, где-то приблизительно на 2, на 3, можно на 2 сантиметра. Сейчас, смотри. Сейчас водичка впитается. Или можно даже во время впитывания влаги немножко приподнимать. Вот, видите уже? Вот это место. А уровень у нас вот он. Значит, я поднимаю чуть-чуть выше. Сразу, сразу выравниваете штамбик саженца, чтобы он был вертикальный. Обязательно. Потому что потом это сделать путем обрезки, там, вытягивания, выравнивания чего-то не нужно. Потому что корешки уже займут свое местечко и ворочить их снова смысла никакого нет. Итак, возвращаю всю почву на место. Если у меня не хватит, я пойду из лес принесу. Вот. Ну и вот в таком смысле. Так, сейчас я вам покажу. Так, может вы не видите, сейчас я водичкой полью чуть-чуть, чтобы вам было видно. Вот видите, начало корешков. И оно чуть выше. Вернее, здесь на уровне. Можно сделать чуть-чуть выше. Вот, чуть-чуть выше. Потому что еще почва будет оседать. А все это нужно, все корешки, прикрыть. Ни в коем случае не обрезайте. Там по каким-то советам верхние рассеные корни нужно обрезать, чтобы там они не высохли, чтобы их не убило морозом. Дорогой друг, под мульчой вся почва будет еще долго-долго до морозов. Даже после морозов она еще будет не промерзшей, влажной. Сейчас корешки расти не будут. Ну, сами понимаете, температура ночами заморозки. Днем где-то плюс 5, плюс 8. Так что, просто корней при такой температуре не происходит. Вот, мы посадили и теперь, наверное, в следующие выходные мы наберем в лесу листвы. Это будет основным осенним мульчированием, как я его называю. То есть, мы засыпем всю эту площадь листвой, соломой, ну, что есть у вас в наличии. И до весны мы отдыхаем. Субтитры сделал DimaTorzok